Мы продолжим говорить о вакцинации с гостем нашей студии. Это начальник медико-санитарной части общества «Газпром добыча на дым» Игорь Гирилишин. Здравствуйте, Игорь Ярославович. Здравствуйте. Игорь Ярославович, период отпусков закончился. Горожане начали массово возвращаться в город, так же, как массово они его и покидали. Вот этот факт как-то влияет на ритм работы вашей службы? Ну, период отпусков, он как бы повторяется ежегодно, но особо на ритм работы службы он не влияет. Поскольку наши объекты в основном расположены на промпредприятиях, на газовых промыслах, на месторождениях, поэтому там цикл непрерывный и, соответственно, присутствие медицинских работников там обязательно в непрерывном режиме. Ну, соответственно, в данной части ритм работы не меняется. А в городских подразделениях, дислоцированных в городе, это ОМВО «Надым», отделение межвахтового обслуживания «Надым» и «Пангоды», в рамках действующей комплексной программы медицинской реабилитации реабилитационные мероприятия проводятся круглогодично. Поэтому как бы мы работаем в плановом режиме в круглый год. Осень – это простуды, грипп, ангина. Что ваша служба делает, чтобы уменьшить число заболеваний? Для работников предприятия организована работа по вакцинации. Вот нами закуплена вакцина. Это вакцина «Ваксигрипп». Сейчас в подразделениях общества начинается работа по вакцинации работников. Вакцина французского производства. Очень известный производитель, зарекомендовавший себя в мире, компания «Санофи Пастер». Вакцина эта одобрена Всемирной организацией здравоохранения на эпид-сезон 2013-2014 года. Поэтому всех работников приглашаем на плановую вакцинацию. И надеемся, что наше мероприятие по вакцинации позволит обеспечить стабильную работу в эпид-сезон. И сбоев в работе производства не будет. Наверняка ежегодно есть и те люди, которые отказываются от прививок. Вот что вы говорите им? Необходимо прививаться для того, чтобы не заболеть. Это дело выбора каждого. Но тем не менее, я всем говорю, что я ежегодно прививаюсь. И, слава богу, последние лет, наверное, 10 ни гриппом, ни ОРВИ не болел. Поэтому еще в дополнении к вакцинации, поскольку подход комплексный, также проводится неспецифическая профилактика, витаминизация и выдача адаптогенов работников. Я, насколько знаю, уже некоторые положительные отзывы от работников мы получили. В этом году в качестве адаптогена нашим работникам мы предлагаем эликсир Эволар. Это новый препарат, о нем есть положительные отзывы и в медицинских изданиях. И также поливитаминный комплекс Комплевит. Он тоже хорошо себя зарекомендовал. Это препарат отечественного производства. Содержит весь комплекс необходимых витаминов. Я думаю, что они сыграют положительную свою роль в плане профилактики инфекционных заболеваний в эпидезон этого года. Поэтому приглашаем всех на прививки. Игорь Ярославович, а что-то новое будет в работе Вашей службы? Мы сможем предлагать услуги оздоровительного характера не только работникам предприятия, но и жителям города Надыма, на рыночной, на коммерческой основе, но тем не менее станет доступным. И оздоровительные комплексы в плане проведения магнитотерапии мы планируем предлагать процедуры в альфа-капсулах, спа-капсулах, услуги по лимфодренажу, услуги солярия, физиотерапевтические разнообразные услуги, поскольку они достаточно востребованы. И некоторые из видов ультразвуковых исследований, которые мы постепенно планируем расширять. То есть в этом плане эти услуги на базе хорошо зарекомендовавшей себя в городе медицинское учреждение, я думаю, что жители города тоже смогут получать. Игорь Ярославович, спасибо за то, что нашли время прийти к нам в студию. Спасибо вам. И в завершении темы здоровья. Руководство «Газпрома» приняло решение о создании в структуре отраслевой поликлиники Центра микрохирургии глаза, оснащенного ультрасовременной лечебно-диагностической аппаратурой. Диагностика и лечение заболеваний глаз проводится здесь на уровне мировых стандартов. Подробнее об этом мы расскажем в программе «Угол зрения». Продолжение следует...